Здравствуйте! Сегодня мы встречаемся с ведущим преподавателем Центра специалистов по интернет-маркетингу Яковом Васиным. Яков Михайлович недавно был на всемирно известной конференции Digital Summit 2018, и мы хотим ему задать несколько вопросов о ней. Яков Михайлович, расскажите о конференции. Почему Вы выбрали для посещения именно ее? Да, здравствуйте! Спасибо за приглашение. Мы выбрали конференцию Digital Summit 2018. Это международная International Digital Conference, которая проходит ежегодно в США. Она проходит каждый год в разных городах. В этот раз она проходила в Филадельфии, это совсем недалеко от Нью-Йорка. И собрала огромное количество, более 800 участников из самых разных штатов США. По статистике, почему мы выбрали именно эту конференцию, приблизительно около 60% Digital рынка приходится на рынок именно Соединенных Штатов. Всего лишь около 30% рынка охватывает Китай, Европа имеет долю около 8%. И мы выбрали, конечно, американский рынок из-за его объемности, из-за масштабности применяемых Digital технологий, подходов. Нам хотелось в первую очередь познакомиться с трендами, узнать основные направления, акценты, на что делают ставку современные диджитал-маркетологи именно американского рынка, международного рынка. И действительно мы получили все, что хотели. Конференция полностью, скажем так, оправдала наши ожидания. Масштабность мероприятия, количество выступающих, количество информации, которую мы получили, различного рода мастер-классы, которые проводили эксперты, вне всякого сомнения, помогли нам улучшить наши курсы, улучшить нас, как профессионалов, и, соответственно, помочь нашим слушателям в освоении нелегкой профессии диджитал-маркетолога. Скажите, какие цели были у вас на конференции? Как я сказал, только что в первую очередь мы ориентировались на тренды. Несомненно, в мире интернета сейчас нет ничего такого, что не было бы известно и у нас. Да, конечно, мы не ожидали услышать каких-то откровений, так оно и произошло, но интерес представлял для нас в первую очередь именно тренд, то есть куда идет весь интернет-маркетинг, тенденции, развитие, какие акценты самые интересные были для нас, выбирают именно специалисты на развитых интернет-рынках. И мы, как я уже сказал, не пожалели, мы увидели все, что хотели. Какие были озвучены тренды, направления, проблемы развития диджитал-маркетинга? Да, хотел бы немножко сказать об этом. В первую очередь хотелось бы выделить особенное внимание у игроков на западном рынке диджитал-маркетинга к направлениям контент-маркетинга. Несомненно, это то, что и у нас, конечно, уже достаточно давно и активно развивается, но есть определенные особенности, специфика. Это то, куда контент-маркетинг сейчас растет. Мы взяли на вооружение очень много идей из этой конференции. Также особенно меня поразило серьезное, очень серьезное, углубленное внимание к вопросам Customer Journey Management, то есть управления путем пользовательским, то есть от момента первого контакта с брендом, первого контакта с продуктом, с товаром, до его окончательного уже сопровождения в виде клиента, его уже дальнейшего сопровождения как клиента. Очень, скажем так, богатый материал мы получили по этому направлению и в ближайшее время уже мы однозначно запустим курсы, изменения. Наши курсы мы уже внесли по этому направлению. А также Conversion Rate Optimization, например, что было, опять же, для меня, допустим, достаточно интересно. Это то, на чем мы в последнее время также акцентируемся, но сейчас мы видим, что это действительно реальный тренд, потому что большинство интернет-маркетологов видят больше уже сейчас потенциал для роста в увеличении конверсионности имеющихся инструментов, а не в том, чтобы просто расширять это количество инструментов. И здесь мы тоже получили достаточно богатый материал. В наши курсы по управлению юзабирити, по Customer Experience, по User Experience мы соответствующие изменения также внесли. Вот те основные тренды, о которых я бы хотел сказать. Но, несомненно, конечно, нельзя сбрасывать со счетов стандартные SEO направления. Конечно, это Search Engine Marketing, это все, что связано с контекстной рекламой. Естественно, у нас Social Media Marketing, очень уже сейчас сформированный рынок, будем говорить так, как это продвижение в социальных сетях, причем как таргетированная реклама там рассматривалась, так и просто вопросы формирования лояльных аудиторий. Все это мы взяли на вооружение, учли, и теперь надеемся, что и наши курсы, в первую очередь, будут более адаптированы под современные тренды, тенденции рынка. Ну и, с другой стороны, это и нас делает профессионалами большего класса. В чем обидится отличие российского и американского диджитал рынков? Насколько, на Ваш взгляд, Россия соответствует или не соответствует общим мировым тенденциям? Несомненно, опять же, что диджитал маркетинг, он интернационален. Да, здесь нельзя говорить о том, что мы в чем-то реально отстаем существенно, но если обратиться к тому же исследованию, которое говорит о том, что если взять совокупный рынок диджитал маркетинга, то Россия в этом рынке всего лишь имеет долю 0,0 несколько процентов, ну, конечно, мы отличаемся от крупных игроков, мировых игроков тем, что у нас объемы рынка меньше, у нас, возможно, меньше возможности по применению каких-то диджитал инструментов. Несомненно, что современные ограничения определенные тоже оказывают роль. Но, в целом, я бы не сказал, что у нас, мы бы могли называться отстающими. Конечно, нет. Тем не менее, вот как я чуть выше сказал, тренды и тенденции действительно заметны, отличия. То есть, во всяком случае, мы видим, что в российском бизнесе, в диджитал бизнесе существует, ну, некоторое, будем говорить так, отставание, вот, связанное именно с особенностью самого рынка, его объема этого рынка. Но это отставание незначительное, и мы точно наверстаем его в самое ближайшее время, это будет, опять же, связано, в первую очередь, с изменениями на самом рынке. То есть, не столько проблем в умах специалистов, сколько сам рынок диктует несколько иные условия. По итогам конференции появятся ли какие-то новые курсы в специалисте? Да, несомненно, как я уже говорил раньше, мы уже запустили процесс создания нового курса по Customer Journey Management. Это то, чего в рамках нашего центра пока еще не было выделено в отдельный курс. Да, эта тема рассматривается во многих курсах, но она рассматривалась обобщенно и, опять же, применительно к конкретным диджитал направлениям. Теперь мы хотим выделить это в отдельный курс, например. Несомненно, и мы сделали это уже, мы очень серьезно обновили курс по SEO, например. Современные тренды говорят о том, что уже все SEO, которое было раньше, потеряло актуальность. Совершенно новые алгоритмы машинного обучения диктуют абсолютно новые условия. Мы актуализировали курсы по аналитике. Сейчас серьезные изменения предпринимает Google в контексте своих инструментов по Google Аналитике, по Google Optimize, по Google Data Studio и так далее. В том числе, вот один из планов наших уже ближайших, это запуск курсов по Google Data Studio, по Google Optimize, по отдельным этим инструментам. Ну и также мы, конечно же, находимся, стараемся держаться в тренде Google AdWords. Это сейчас сервис под названием Google Ads, то есть они поменяли бренд, поменяли название, меняют интерфейсы и очень серьезно изменяют принципы, которые под капотом этой системы находятся, алгоритмы. Мы все эти изменения уже учли и включили в наш курс. Спасибо, Яков Михайлович. Ран был поделиться информацией. Вообще хочу сказать, что мероприятие это масштабное, грандиозное. Более 800 человек, очень много мастер-классов, практических кейсов. Люди, которые презентовали, выступали на этом мероприятии, были действительно одними из ведущих экспертов, присутствовали на мероприятии представители IBM, и Google, и Microsoft, и масса других компаний. Это, вне всякого сомнения, мировое событие, общемировое. Это действительно реальная конференция, которая объединяет диджитал-маркетологов всего мира. И присутствие на таких мероприятиях дает нам заряд бодрости, заряд энтузиазма, энергию, желание улучшать нашу работу, желание улучшаться самим, становиться большими специалистами, экспертами. И, вне всякого сомнения, это повлияет позитивно и на наших слушателей. Спасибо вам большое. Надеемся, что наши слушатели тоже оценят все те актуальные изменения, которые произошли в наших курсах. Спасибо. Спасибо вам.